Рубой был. Красноярские дальнобойщики растянулись почти безмолвную цепочку посреди театральной площади. Таким образом, они вышли поддержать всероссийскую забастовку перевозчиков против системы Платон. Акция стартовала по всей стране 20 февраля и охватила уже половину регионов. Дальнобойщики отказываются от грузов и не выходят в рейс. Все люди, которые здесь находятся за моей спиной, все перевозчики, они все остановили свой транспорт. Система Платон работает с середины ноября. Ее задача собирать с каждой фуры массой выше 12 тонн по полтора рубля за каждый километр, который она проедет по федеральной трассе. Деньги должны пойти на ремонт дорог, но часть собранных средств, более 10 миллиардов рублей в год, будет отчисляться оператору системы Платон компании RT-Invest транспортной системы, совладельцем которой является сын Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг. Это возмутило владельцев фур и спровоцировало серию протестов по всей стране. В январе протесты вроде поутихли, и вот перевозчики вновь бастуют. Накануне к красноярским коллегам присоединились и Ачинские дальнобойщики. Как в том мультике Чиполина. Вот давайте вспомним этот мультик, когда этот орал Синьон Парбидор, будем платить за воздух. Вот это меня уже возручает. Я никогда не думал, я 50-30 лет прожил, что этот мультик вот здесь вот будет реальностью. Видя сильное протестное движение, правительство пошло на уступки. Объявило негласный мораторий на штраф за перевозку без регистрации в системе, а его сумму снизило в разы. Недавно решили не поднимать в марте стоимость проезда до 3 рублей за километр. И пока оставить на уровне полутора рублей. Но от самой идеи брать деньги с дальнобойщиков государство отказываться не собирается. Ну у них, во-первых, действительно, они оказываются уже в состоянии там четверной переплаты налогов в ближайшее время. И мы с вами сейчас сами это ощутим. Мы все это на своем кармане. И я буквально вот тут вот зашел, купил цитрамон за 40 рублей. Я вообще очень сильно удивился. Это все, вот результат. И мы все это почувствуем. Перевозчики жалуются, что правительство не слышит их. В Госдуме эту ситуацию тоже обсуждают пока лишь кулуарно. Но уже в ближайшее время придется поговорить на эту тему подробнее. Правительство будет предлагать изменения в налоговую систему, в силу которого часть доходов, которые получает регионы сегодня как трансферты по транспортному налогу, они уйдут на покрытие убытков по системе Платон. Дороги в регионах будут в лучшем положении. Перевозчики пока не понимают, как будет работать этот законопроект. Сборы в Дорожный фонд и сборы в системе Платон, по их словам, несопоставимы. В Дорожный фонд они платят с грузовика десятки тысяч, а Платону сотни. Дворкович заявил очень интересный момент по поводу транспортного налога, что из суммы транспортного налога будет вычитаться Платон. Я бы хотел спросить Аркадия Дворковича, как можно из 45 тысяч отнять 150 тысяч или 200? Государство будет как-то доплачивать? Эта забастовка дальнобойщиков продлится до марта, но сами перевозчики уже говорят, что она не последняя. Дмитрий Пименов, Михаил Ткачук, Афонтова новости.